Вместе подняв руки. Сегодня я расскажу, а завтра попробуем, чтобы вы рассказали. Хорошо? А сегодня я буду рассказывать. Мы сегодня о чем поговорим? Посмотрите на алтарь. У нас Тамрада Кришна и Махапрабху. Мы постараемся понять немного истин о читании Махапрабху. Кто он? Ради чего он не зашел в этот мир? Почему вообще в нашем храме в Мандире есть божество Махапрабху? Махапрабху. Ведь, казалось бы, наше божество Атакурджа – это Рада, Кришна, Рама, Нарайна, Бхагаван. Иногда говорят Шангара, Бхагаван. Возникает вопрос, а Махапрабху-то почему на алтаре? Кто такой Махапрабху? Читание Махапрабху… Слушайте внимательно, потому что завтра будете рассказывать. Читание Махапрабху – никто иной, как Рада и Кришна. Их объединенная форма – это читание Махапрабху. Это сам Кришна, сам Бхагаван Кришна. Некоторые говорят, так много бхагаванов, Верховных Повелителей, богов в этом мире. Например, Сайбаба именуется бхагаваном. Рама Кришна в Бенгалии называется бхагаваном. Так же, как семена мы кидаем в землю в большом количестве, так же эти бхагаваны якобы. Боги появляются в большом количестве. А почему же тогда мы называем Читание Махапрабху – бхагаваном? Какое основание есть у нас для этого? Почему мы именуем его так? Ведь можно сказать – этот бхагаван, тот бхагаван. Не все так просто. У бхагавана есть определенное определение, кто является Господом. А шлока приводится в Пуранах. Бхагаван, Верховный Господь – это тот, в ком шесть качеств проявлены во всей полноте. Не в незначительном количестве, а во всей полноте. Такая личность именуется бхагаваном. Что это за качество? Постарайтесь запомнить, записать эту шлоку и выучить ее. Потому что иначе вы будете поставлены в недоумение. Кто же действительно бхагаван? Кто Верховный Господь? Можете путаться. Что это за шлока? Ашварьяся, Самаграся, Вирьяся, Яшаса, Ширья, Цатата. Это шлока из Пуран. Личность, в которой во всей полноте проявлены шесть качеств, не в незначительной, а во всей полноте, именуется бхагаваном. Знаете эту шлоку? Знаете? Очень хорошо. Итак, Ашварьяся, Самаграся. Первое качество. Тот, в ком проявлена вся Ашварья. Знаете, в нашей стране есть Моди. Кто такой Моди? Кто он в Индии? Премьер-министр. Он премьер-министр только в Индии, не в Америке, не в Германии. Он не в Лондоне, мэр. Он не премьер-министр России. Где он премьер-министр? В Барате, в Индии. И поэтому мы не можем называть его бхагаваном, потому что он не является владыкой всего мироздания. Абхагаван – это владыка всего мироздания. Говорится, Брама говорит, Ясья Прабха Прабхавато Джагаданда Коди. Цитата. Брама молится в этой шлоке Господу. О чем он говорит? Что по желанию Господу происходит творение, поддержание и разрушение мира. Всего лишь по желанию Господу. Кришна просто посмотрит наверх, и Индра начинает трястись от страха. Сложным образом исполнять свои обязанности. Итак, первое шлоко, первое качество – Айшварьяся, Самаграся. Все Айшваре, все великолепие, все богатство принадлежит Господу. Лакшми, богиня Прецветания, служит лотосным стопам Господа. Кто изначально Лакшми? Шримази Радхаряне. Слышали Кадхо о Судане, историю о нем? Судама принес Кришне несколько пригрышней плющного риса, рисовых хлопьев. Господь принял первую пригрышню, вторую пригрышню съел. И после этого Ракмини взяла его за руку и сказала, «Нет, Господь, больше не нужно, потому что ты уже и так приняв это подношение, в благодарность наградил Судаму всем богатством. И если ты еще съешь, то я Ракмини должна буду стать его служанкой». Когда Судамой выкнулся, он обнаружил золотой дворец на этом месте. Другая история. Когда на Кришну нападали Джарасанда и Калаявана с разных сторон и Кришну думал, если он начнет сражаться с одним, с другой стороны нападет другой враг. Поэтому что произошло? Ночью он позвал архитектора полубогов и видел ему посреди океана создать новое место, дворку. И получается, что все заснули в Матхоре. А где проснулись? В дворике. Поэтому утром, когда они проснулись, были в недоумении. Как мы сейчас заснули в Матхоре? Что это за место? И они начали надумевать. Двар Каха – где дверь? Поэтому появилось это название. Двар Рака – двор, дверь Каха – где? То есть они надумевали, где дверь, где выход, где мы вообще оказались. И эти примеры иллюстрируют, что Господь обладает всем величием. По Его желанию происходит творение, подвержение и разрушение этого мира. Итак, это мы разобрали первое качество. Сама Грасья – Ашварь Ясья – Сама Грасья. Кришна является владыкой всего. Итак, слушайте внимательно. Завтра кто расскажет, получит награду. Второе качество – какое Господа? Яша – разберем. Слава. Слава Господа распространяется не только по Индии. Например, Моди, премьер-министр Индии, известен в Индии. Но слава Господа известна не только в Индии, не только на земле. Но Его славу воспевают на Сварга Локи. На Моха Локи – славят Господа. На Тапа Локи – возносит хвалу Господу. На Сатя Локи. И даже Шанкара воспевает величие Господа. Бхагават называют Амаркадхой. Почему? Потому что Шива в Амарнадхе рассказывал Амаркадху Бхагаватам. То есть даже Шива прославляют Господа. Слава Господа распространяется повсюду. Кришна сколько лет назад не сходил? Знаете, пять тысяч лет уже прошло. И до сих пор слава Кришны повсюду гремит. Рама когда приходил? В Трета-юге. Уже Лаки сотни тысяч лет прошли. И до сих пор слава Господа Рамы обсуждается. До сих пор Его деяния воспеваются. Поэтому следующее качество Господа, Его яш, слава распространяется не только на земле, но и по всему мирозданию. Следующее качество рассмотрим. Шри. Красота. Шри означает что? Сундарата. Красота. Красота Господа несравнена. Никто не может сравниться с Ним. Поэтому Гопи даже подсчетчивают над Кришной. Они говорят, Нандалала, сын Нандабабы, как хорошо, что ты родился мальчиком, а не девочкой. Потому что ты такой красивый, такой прекрасный. Ты украшаешь свои собственные украшения. Кандарпа, Копи Камане, Веща Шишопхам, молится Брама. Господь может очаровать всех полубогов любви. Миллионов полубогов любви. Вишна как зовут? Мадан Мохам. Были в храме Мадан Мохана? Как-нибудь я вас возьму туда. Потому что вы же во Вриндаване находитесь. Это Кадха из Анандан Хама Вриндаване. Поэтому нужно и Даршину Вриндавана тоже получить. Так, Мадан. Это Мадан указывает на полубогу любви, который пленяет все мироздание. Однако Кришна Мадан Мохан. То есть он может очаровать даже полубогу любви. Мадан Мохан Киджай. И так нет никого прекраснее, чем Шри Кришну. И также в термин Шри красота входит то, что Господь никогда не стареет. Сколько лет? Господу. Нава Кишора Натавара. Ему 14 лет, Кришна. Он не старше. У него не растут усы и борода. Вы знаете? Так, не болтайте. Кто болтает, завтра будет самым первым отвечать, рассказывать. Слушайте внимательно. Господь Рама, сколько лет правил? Знаете? Знаете? Сколько лет Господь Рамачандра правил? 14 лет? Нет, не 14 лет. Гьяра Хазар. 11 000 лет. Господь Рамачандра правил. Но мы при этом никогда не видим Его старым. Господь Кришна сколько лет являл в Своей земной игре? 125 лет. Сколько? 125. Но мы никогда не видим, чтобы Кришну изображали с бородой, чтобы у Него усы рисовали, чтобы Господа изображали старичком. Видели такое? Нет. Нет. Посмотрите, вот где-нибудь здесь есть Господь с усами, с бородой? Господь Кришна или Рама? Нет. Посмотрите, вот Кришна Баларама. Кришна танцует на змее калии. Кришна ворует масло. Он везде юный. Поймите это хорошо. Господь не стареет. Он всегда навыки шоры на товары. Всегда юный, не старше 14 лет. Лакшми, Гопи, Радхарани, тоже юные. Их возраст не старше 13 лет. Они всегда юные. Поэтому качество Шри, красота, означает и красота, с которой никто не может сравниться. И также означает, что Господь никогда не стареет. И Он также не умирает. Господь не умирает. Рамаин не смотрели? Кто смотрел Рамаину? Все смотрели Рамаину. В Рамаине так изображается, что Господь Рама, когда захотел покинуть этот мир, Он ушел не один, Он забрал с собой всех Айудьябати. С одной стороны принимали омовение, с другой стороны проявилась четырехрукая форма, а с третьей стороны прилетел Виман с Анкеты Дхамы, с обители Господа Рамачандры в духовном мире, чтобы забрать всех Айодхи Васи, всех жителей Айодхи. То есть Господь Рама не то, что сам ушел, не умер, Он всех Айодхи Васи, всех жителей Айодхи забрал с собой. Кришна, когда покидал этот мир, Он тоже не один ушел. Он всех Вриндавана Васи, всех Враджа Васи. Всех Вриндавана Васи Он забрал с собой. В сердителе Вриндавана в Скандапуране рассказывается, что когда Баджранабх пришел во Вриндаван, он никого там не увидел, никого там не было. В шастрах описывается, что даже растения, лианы, необычные, они спутники Господа, говорится. Вриндавана к врикшаку мармна джатакой дардар арпат патака шри-ширад хирад хой. Из песни, где говорится, что во Вриндаване даже деревни всегда повторяют имена Шри Матери Дарани. Брамаджи молятся, чендамы не прокрасывают масукал по врикшу. Все в рикш деревья во Вриндаване это калпа в рикшу, древо желаний. Пыль во Вриндаване исполняют желания. Тая амритам. Вода во Вриндаване это амрита, нектар бессмертия. Над тем гаммоном движение похоже на танец. Такова прекрасная обитель Господа. Слова, которые производят во Вриндаване, это прославление Господа под хаганом, то есть речь подобна песням. Итак, какое качество мы обсуждаем в Шрии? Красота. Так, Господь самый прекрасный, Он не стареет и не умирает, забирает всех с собой в духовную обитель. У него, у Господа нет бороды и усов, не умирает. Господь Рама забрал с собой всех жителей Айодхи и Кришна забрал с собой в духовный мир всех жителей Вриндавана. Четвертое качество Абсодиум Вирья. Вирья означает, что Кришна самый замечательный герой, непобедимый. Катху о Кришне слушали, во сколько, в каком возрасте он победил Путану, когда ему было всего 6 дней. Путана запугивала всех вокруг, она была очень устрашающей. Однако Кришна сделал вид, что начинает пить ее грудное молоко. И сколько же было силы даже в его нежных устах, что этими устами он выпил жизнь из Путана. Когда он убил Шакатасуру, в 3 месяца демона в облике тележки, когда только Кришна начал переворачиваться, пытаться перевернуться, то решили привести обряд, и Кришну положили на тележку, и он ее разрушил, коснувшись своей лотосной стопой. Всего в 3 месяца в лотосных стопах Господа было столько силы, что он эту тележку, демона в облике тележки разрушил. Когда Кришну исполнился годик, что случилось? Другие демоны начали приходить. Тринаварта, например, прилетел демон в облике вихря, подхватил Кришну. Господь хотел покататься, как на самолетике, осмотреть весь Вриндаван. Вот, смотрите здесь, например, на картине. Кришна танцует на змее Калия. На Калии он в каком возрасте танцевал? Когда ему было всего лишь 6 лет. На Калии, который изрыгал такой яд, что даже птицы не летали над местом, где он был. Ничего вокруг не росло. А Кришна на многочисленных клубках этого змея Калия бесстрашно танцевал во Вриндаване. Были? Кришна танцевал на змее Калии, потом все спокойно уснули, а через некоторое время разразился большой пожар. И Кришна что сделал? Этот огонь заключил в своей ладони и выпил его. Это произошло на месте Даманала Кунда. Также в Бандервате, когда Кришна был со своими сакхами, друзьями, пас там коров, что произошло? Тоже появился огонь и Кришна выпил его, заключив в своей ладони. Послушайте внимательно, постарайтесь осознать. Мы говорим, этот Господь, тот Господь. Что Господь это? Возьмите ему огонь, поместите в рот и проверим. Господь это? Или? Нет. А Гириач Гавардан? В каком возрасте Кришна поднял? 7 лет. Когда ему было 7 лет 2 месяца, Кришна поднял Гириач Гавардан. Были? На Гавардане? Кто был? По Рикраму, чтобы совершить сколько времени нужно, чтобы обойти Гириач? 4 часа. Ну ничего себе, 4 часа. Это у вас хорошая скорость. Обычно от 6 часов требуется, чтобы обойти Гириач Гавардан. Настолько он огромный. А Кришна всего лишь мизинчиком левой руки поднял такой огромный Гириач. Гириач Махараджки Джай. Громче. Джай. Итак, Кришна поднял Гириач Гавардан мизинчиком левой руки. Вот такие качества у него. Не так, что мы всех по шапочной именуем этот Бхагаван, тот Бхагаван. Поэтому не каждый может быть Бхагаваном. В Калиюгу сейчас каждый второй Бхагаван. Но это не так. Бхагаван это наш Рама, Кришна. Вот это Господь. Не следуйте за всеми подряд, кто кого-то провозглашает бездоказательно Верховным Господом. Не ведитесь на какие-то уловки, когда люди показывают чудеса и остальные думают, ничего себе, какие чудеса, наверное, Господь. Либо у кого-то есть власть, могущество, как в моде. Это еще не повод кого-то именовать Верховным Господом. Итак, сколько качеств разобрали? Четыре качества гьяна. Следующее качество гьяна – знания. У Господа есть вся полнота знания. Не частичные знания, а вся полнота. Сколько вы учились? Шесть лет некоторые учились, чтобы получить высшее образование. Кто-то из вас менеджер, кто-то инженер. И чтобы освоить одну специальность, в шесть лет днями и ночами тщательно учились. А в Бхагаватам, как про Кришну описывается, когда он отправился в Гуру Колу, в школу своего духовного учителя, за 64 дня он освоил полностью все 64 види, все 64 искусства, такие как строительство, врачевание и другие. Всего ли за 64 дня полностью он освоил весь этот огромнейший пласт всех знаний? И Сандипани Риши, учитель Кришны, подумал, необычная эта личность. Это сам Бхагаван. Если один ребенок, например, начнет учить санскрит, даже если он всю жизнь будет учить этот санскрит изо дня в день, все равно так его в полной мере и не освоит. А Кришна за 64 дня освоил все знания. Проверю-ка я свою догадку, что это Господь решил Сандипани Мони. Как он решил это проверить? Он думает, если Кришна Верховный Господь, он должен отвечать признаку Верховного Господа Ишвара. Кто такой Ишвара? Ишвара это тот, кто может сделать ночь из ночи день, изо дня ночь, мертвого оживить и так далее. Например, во время Махабхарата Кришна заслонил Солнце в своей чакре, чтобы убить кого? Отвечаю, Джайдрапху. Правильно. Поаплодируйте преддному, который знает это. Что Кришна сделал? Он заслонил чакры Солнца и таким образом образовалась ночь, хотя еще был день. И поэтому Сандипани Мони решил проверить Кришну, действительно ли это Верховный Господь. Если Он действительно Верховный Господь, Он сможет вернуть Моего Сына, который погиб, когда пошел омываться. И Кришну попросили вернуть Сына Своего Гуру как Гуру Дакшина, как пожертвование Духовному Учителю за обучение. Кришна сказал, не волнуйтесь, я верну Вашего Сына. Он отправился на Ямалоку, обитель полу-бога смерти. И Кришна затрубил в раковину. Когда Ямарач услышал этот звук, он затрясся от страха. Само время затряслось от страха. Потому что Кришна это тот Богован, который всех держит в узде. Ямарач подумал, так, Брама уже применился, Индра применился, может быть и я что-то не то сделал. Сразу Ямарач поклонился вот этим стопам Господа и сказал, чем могу служить. Кришна велел, приведи-ка сюда Сына Моего Духовного Учителя. И так Кришна, даже мертвого Сына Своего Духовного Учителя, вернул к жизни. Кто-то может это сделать? Может кто-то? Под силу ему это? Кто может это сделать? Надо только Господь. Кришна может это сделать. Другой пример. Деваки попросила у Кришны вернуть ее шесть умерших сыновей. И Господь отправился также в Ямапуре в обитель полубокой Ямараджи и вернул шесть сыновей Деваки, которые уже умерли. Поэтому таковы качества Богована именно такие. Он может даже мертвых вернуть к жизни. День превратить в ночь, а ночь в день. Это Ишвара, Бхагаванта. То есть вся Гьяна присуща Господу во всей ее полноте. И следующее качество Вайраги. Господь обладает всей Вайраги отречением. Во время расы Лилы это проявляется. Когда врачи Гопи пришли, чтобы совершать танец расы, была прекрасная ночь. Гопи чудесно выглядели. Кришна что им сказал? Пришли, полюбовались на пейзаже Вриндавана. Вы Бхати Врата, вы благочестивые женщины. Возвращайтесь домой, служите своим мужьям. Потому что такова Дхарма, обязанность женщины служить своему мужу. Посмотрели на Вриндаван, полюбовались и давайте обратно домой. Нет никакой сахты, нет никакой привязанности у Кришны. Разве Коби пришли, он их обратно отправил. Другой пример. Когда члены Яду-Вамши династии Яда сражались между собой, убивали друг друга. Кришна позволил этому произойти. То есть он проявлял в полной мере отречение. Таковы 6 качеств, которые присутствуют в Господе в полной мере. И вот если эти качества проявлены в полной мере, такую личность можно назвать действительно Верховным Господом, Бхагаваном. Сейчас мы уже класс лекцию будем заканчивать. Завтра послушаем о том, почему мы Махапрабу называем Бхагаваном. Послушайте еще две минутки. Мы сейчас находимся в Анандадхаме. Если, например, будет известно, что Моди, премьер-министр Индии, приедет сюда, если его позовут. Он что, просто вот так приедет? Нет, конечно. Он премьер-министр. Поэтому будет проведена подготовка. В газетах опубликуют новость о его приезде. Будет известно, на каком самолете он прилетит, где остановится. В газетах, в телевидении, в средствах массовой информации известят о его прибытии. В какое время, на каком самолете он приедет. Все будут ждать его, все будут готовиться к этому. Столько людей будут приветствовать его, обеспечивать его приезд, прибытие. Если даже, чтобы приветствовать обычного премьер-министра, столько усилий, то что же говорить о том, когда сам Господь не сходит. Во всех частрах описывается, когда Господь не зайдет. Так же, как в газетах говорится о приезде премьер-министра. Например, калки аватара не сходила? Не сходила. Но в Багаватам уже заранее предсказано. В какой шлоке? Шамбала Грама Мукьясья. Говорится, что в деревне Шамбала, в семье Брамана Вишну Яши, появится Господь Калки. Заранее уже это написано в Багаватам. Еще до того, как Господь Калки не зайдет. Про Будду также было указано, когда Он не зайдет, кто его родители, в каком месте Он явится. Все заранее описано в Писаниях. Все доказательства Промана приведены в Багаватам, в Махабхарате, в Пуранах. И завтра мы послушаем о том, где в Писаниях упоминается о читании Махаправу, о его приходе. Постарайтесь запомнить это, записать, чтобы вы смогли это рассказывать дальше, проповедовать, распространять это учение повсюду. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...